Итак, мы читаем вторую главу Евангелия от Луки, 41 по 52 стих. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не находя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов, и он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии, сердце свое. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Общий обзор этого отрывка нам предлагается история отрока Иисуса в храме как указание на божество через человечество, как указание божества Христа на его Христа человечества. Это точка зрения беды достопочтенного. Также этот отрывок – предвосхищение тридневного воскресения, ведь его ищут три дня, и Амвросий Медиаланский, очень тонкий такой экзегет, он не мог не обратить на это внимание. Иисус учит учителей, задавая вопросы как ученик. Вот этот момент исследует Ориген, экзегеза которого легла в основу экзегеза отцов в церкви, потому что сами отцы называли его отцом отцов. Далее. Иисус напоминает матери о его истинном отце, то есть об отце небесном. Это взгляд Оригена и беды достопочтенного. Хотя и смиряется перед Иосифом. Это взгляд Оригена. Действительно, Христос пребывает в послушании не только у Девы Марии, но и у Иосифа. Его возрастание в мудрости, раскрытие божества в человеческой природе. Это точка зрения Иеронима Стридонского и Иоанна Дамаскина. Теперь мы, собственно говоря, переходим к самим высказываниям отцов церкви и учителей церкви. Как я говорил, очень важно не просто озвучивать те или иные взгляды отцов церкви, но давать им возможность самим озвучить свою точку зрения, когда мы просто зачитываем их высказывания те или иные. Потому что одно дело читать книги по патристике об отцах, а другое дело читать самих отцов. Итак, Беда Достопочтенный предлагает рассмотреть сам возраст Христа, который воспринимается в его понимании как некий ремис. Сами евангелисты писали в ветхозаветной парадигме парадес. ремис, то есть намек на некую дополнительную информацию, кроме установления исторического возраста Христа на тот момент, действительно, ему было 12 лет, но число 12 значит для отца церкви нечто большее, чем просто число. И Беда Достопочтенный так и пишет, можем сказать и то, что как семеркой, так и двенадцатью, составленной из умноженных между собою взаимно частей семерки, обозначена вся вселенная вещей и времен, их совершенства. Число семь в понимании отцов это благодатная полнота в сторону увеличения, как число шесть это неблагодатная полнота в сторону неопределенного уменьшения или сложения. число восемь это надмирная полнота, то есть то, что относится к жизни будущего века. И в понимании отцов церкви воскресный день недели это восьмой день, который как бы разрушает иудейскую ветхозаветную седмицу и чудом воскресения являет нам горизонт вечного небесного царства Божия. В понимании отцов церкви ветхий завет это образ икона прежде всего икона событий новозаветных, а сами евангельские тексты и эти все события, которые описаны в них это образ грядущей небесной славы восьмого дни заходящего дня. Это день, который начавшись уже не прекращается. Воскресение